Здравствуйте, я Александр Герасименко. Сегодня отвечу на один из самых главных вопросов, на которые мне когда-либо приходилось отвечать. Как сохранять фокусировку? Давайте сделаем это в три этапа. Этап первый. Визуализация. Представьте себе самые красивые яхты, автомобили и дома, которые только могут у вас быть. Так вот, ничего из этого у вас никогда не будет, если вы не сможете сохранять фокусировку. Прошли первый этап. Этап второй. Есть два типа людей. Нормальные люди и сфокусированные. Так вот, необходимо с самого начала для себя осознать, что нормальные люди и сфокусированные – это совершенно два разных клана людей. Если вы стремитесь к нормальности, то вы не можете быть изначально сфокусированным. И третий этап, самый главный. Для того, чтобы сфокусироваться, нужно сначала не приближаться максимально к вашему главному делу, а максимально удалить от себя всю вашу жизнь. Если вы это сделаете, то увидите следующее. Дом о трех этажах, как дракон о трех головах. С подвалом причем. Первый этаж – это ваш быт. Это ваши носки, рубашки, завтраки, грязная посуда. Второй этаж – это ваши отношения. Супруга, девушки, парни, супруги, дети, родители. И третий этаж – ваш бизнес. То, куда должна дотекать вся ваша фокусировка. Если у вас открыты краны на первых двух этажах, то до третьих этажа ничего не поднимается. Поэтому ваша самая главная, приоритетная задача – держать краны на первых двух этажах закрытыми, чтобы сохранить фокусировку. Помните, либо ты нормальный, либо ты сфокусированный. Иначе быть не может. А теперь о подвале. Что такое подвал? Подвал – это когда вы думаете о том, что вы не можете изменить ни мыслями, ни действиями. Это чувство вины. Это страхи. Это волнение. Теперь по этажам подробнее. Первый этаж. Как с ним бороться? Быт. Быт забирает у людей огромное количество сил и энергии. Пока мы проснемся, пока приготовим себе поесть, пока мы нагладимся, уйма времени уходит. Так вот, с бытом есть очень простая стратегия, которая работает железно. Или делегировать, или игнорировать. И третьего здесь тоже не дано. Иными словами, или кто-то гладит за вас ваши рубашки, или вы ходите вмятым. Или вам готовят еду, или вы жжете булки с фантой. Вот так. Сегодня стало немножко проще, можно купить готовую еду. И тем не менее, если вы слишком сильно, реально заморачиваетесь на вашем быте, вам не хватает сил ни на второй этаж на ваши отношения, ни тем более на третий этаж ваш бизнес, то место, куда фокусировка должна максимально уходить. Теперь, знаете что? Кому-то покажется, ну как же можно игнорировать? Запросто. Стив Джобс возьмите. Стив Джобс, уже будучи очень богатым человеком, имея свою квартиру в Манхэттене, за миллионы, миллионы, я даже не знаю, той суммы, ну там десятки миллионов долларов, он спал на полу, не имея мебели. Стив Джобс один из тех людей, который умел полностью игнорировать все остальное, кроме той точки, на которой он фокусировался. Один друг мне недавно позвонил, очень хороший мой знакомый, говорит, знаешь, я себе сейчас нанял водителя, он звонил мне, когда ехал на работу на машине, я сегодня так много решаю дел заднего сидения моего автомобиля, что когда я приезжаю в офис, мне там уже не нужно быть. Это пример, когда человек делегировал весь свой быт. Переходим дальше. Если мы закручиваем краны на первом этаже, поднимаясь на второй этаж, отношения, и это место, где мы сливаем буквально всю нашу энергию, люди умеют манипулировать нами, люди – это очень сложные существа. У каждого из них есть три вещи. Первое – это они чего-то все думают, они чего-то все хотят, и они чего-то все делают. Раз они чего-то думают, то у них будет мнение, и это мнение будет о вас. Раз они чего-то хотят, то у них будут ожидания, и эти ожидания будут такие от вас. И раз они чего-то делают, то они будут чего-то делать по отношению к вам. И поскольку в первую очередь они думают о себе, то их действия будут не направлены помочь вам, а чтобы помочь вытащить помощь из вас себе. Поэтому, как с этим бороться? Первое, что необходимо осознать, что та независимость финансовая, к которой многие так стремятся, начинается с независимости от мнения людей о нас. Люди празднуют государство, празднуют День независимости. Реальная независимость – базовый уровень независимости о мнении людей о тебе. Один из моих знакомых поехал на Мальдивы, взял с собой девушку и весь свой отпуск лежа на пляже. Он лежал там, втягивая живот, думая, что она про него думает. О какой независимости финансовой мы можем говорить, когда он даже не может расслабиться и получить независимость от мнения других людей. Это просто невозможно. Уяснить для себя изначально, что либо ты независим от мнения, чтобы делать те вещи, на которых ты фокусируешься, либо нет. Теперь ожидания. Звони телефон. Простой пример. Очень мало людей могут к нему не подойти. Это же просто тест. Звонящий телефон – это тест на проверку, умеешь ли ты соответствовать своим ожиданиям, а не чужим. Многие и это пройти не могут. И действия. С действиями труднее всего. Если человек действует, и его действия вам мешают, нужно либо с ним вести переговоры и о чем-то договориться, и добиться соблюдения тех вещей, которые он пообещал, либо с ним нужно расстаться. С этим труднее всего. Какая стратегия должна быть здесь, в плане отношений? В отношениях все так же или так же просто. Вы должны быть или лидером в отношениях, или полным социопатом. Лидером означает, люди делают то, что вы им говорите, и идут за вами, и вам не мешают, а даже больше помогают и толкают вас сзади вперед. Социопатом вы сами фокусируетесь и делаете свое дело. Не замечайте никаких помех от людей вне вас. Представь себе так, что каждый из людей, который вас окружает, это своя планета или свое Солнце, большой Вселенной. Чем крупнее этот человек, чем крупнее его цели, тем больше он затягивает свою орбиту, начнет вращать вокруг себя. Так вот, если вы слабый сам по себе человек и не лидер, то вы рано или поздно станете частью, спутником на чужой орбите. Или вы социопат, своя комета, пролетающая мимо, или вы большое Солнце, вокруг которого вращаются другие планеты. Теперь третий этаж – бизнес. Это место, где мы должны фокусировать всю нашу энергию, где все результаты приходят. И, кстати, многие думают так, что, ну как же так, я не хочу быть одиноким, я хочу быть окруженными людьми, красивыми людьми, моими друзьями. Знаете что? Как только вы будете сфокусированы на бизнесе, только у вас пойдут реальные, серьезные результаты, люди вас окружат все со всех сторон. Поэтому не думайте о первых двух этажах. Ваша задача – это поднять всю энергию на третий этаж. Теперь, как бы здесь, на третьем этаже. Здесь существуют разного рода соблазны. Первый соблазн – это перелезть на чужой третий этаж. Нам всем кажется, будто бы у соседа бизнес идет быстрее, он больше денег зарабатывает, все у соседа лучше. Поэтому глядя на него – ох, елки-палки, там больше денег, сейчас я меняю индустрию, я сейчас переквалифицируюсь. Знаете что? Это соблазн. Чем он продиктован? Я это называю эффектом Инстаграма. Как этот эффект Инстаграма? Ты заходишь в Инстаграм, а там все такие успешные. Там даже дворник, он не дворник и не метла у него, а нимбус 2000, как у Гарри Поттера. И он там утром метет. Слушайте, знаете что? Реально богатые, успешные люди не ведут свои аккаунты в Инстаграме. А те, которые ведут, и реально, если они даже успешные, хоть в чем-то, они преувеличивают, само собой. Но они создали этот успех не за одну ночь и за один день, а за долгие-долгие годы работы. Поэтому не нужно менять этажи свой третий этаж, но чешой третий этаж. Другой соблазн, который у вас появится, и многие люди упадут жертвой к этому соблазну, это устроить себе землетрясение в своем доме. Как это? Это устроить себе серьезные эмоциональные качели. Сегодня я себя чувствую прекрасно, завтра опять плохо. Вот такие полеты вверх и вниз, их нужно устранять и сделать свой день, жизнь максимально ровной. Если вы взлетели, помните, вы упадете. Если вы упали, то скоро вы подниметесь. Жизнь – это череда поднятий и падений, поднятий и падений. Поэтому американские горки нужно будет устранить, не устраивать вашему дому сильные землетрясения. И вот тогда уже, когда вы поняли, что эмоциональные качели вам не нужны, когда вы полностью обесточили подвал, первый этаж и второй этаж, вы сможете сфокусироваться на реальном деле. Тут возникает другой соблазн. А реальное дело – это что? Что выгоднее всего мне делать? Очень просто. Те 20% и только те 20%, которые дают вам 80% результатов. Где их найти? Тестированием. Вы делаете разные вещи и просто наблюдаете. Если я сделал это, какие были результаты? Да небольшие, просто было что-то. Если я делал это, я просто был занятым. Если я сделал это, вот такие были результаты. Значит, это нужно и делать. И именно это только нужно делать. Полная фокусировка на этих 20%. Давайте резюмируем. Для того, чтобы быть сфокусированным, проделайте визуализацию, но не обыкновенную, которую все люди говорят нужно делать, а сделайте ее наоборот. Представьте, самые красивые вещи, и их у вас точно не будет, потому что вы не умеете фокусироваться на деле. Второе. Второе. Поймите, что есть люди нормальные, а есть люди сфокусированные. И это особенно касается второго этажа. И во втором этаже вы должны будете переписать себе ваше понимание людей о вас полностью с доброго на сфокусированного. И это будет непросто. Люди будут осуждать вас. У них будут свои мнения, свои ожидания, они будут даже действовать против вас. И тем не менее, либо вы добрый в глазах окружающих, либо вы сфокусированный. Меняйте имидж о себе с доброго на сфокусированный. И теперь третий этап. Вам нужно удалить от себя всю свою жизнь. И увидите себя в перспективе, обесточивайте полностью подвал. В подвале мысли, может быть, я в чем-то виноват. Я этого не смогу сделать. Я этого боюсь. Закрывайте все краны на подвальном этаже, потому что это просто слив вашей энергии огромнейший. И в подвале живет большая часть людей. Первый этаж. Быт. Игнорировать или делегировать. Второй этаж. Или вы лидер, или вы социопат. И иначе быть не может. Потому что вы должны сфокусироваться полностью. Лидер окружает себя другими людьми, которые помогают ему. Социопат сам работает в одну точку. Но необходима фокусировка. И на третьем этаже, в плане бизнеса, вы находите 20% вещей. И только их, все остальные просто отсекаются. И фокусируйтесь на 20%, которые дают вам 8% результатов. Прекрасное правило будет. Никогда не кладем на завтра то, что можно вообще не делать. Вот это тех 80%. Сохраняйте фокусировку. Это самое главное качество успешного человека. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.